Доброго дня! Для себя что-то интересное, а самое главное – красивое. Нас ждет Центр Творчества Детей и Молодежи. Давайте остановимся во времени и подарим себе произведение своих рук. Итак, в Центр! Сегодня в программе. Мастерим часы из старой пластинки. И создаем нежный букет из тюльпанов к 8 марта. Уважаемые телезрители, мы находимся сейчас в Центре Творчества Детей и Молодежи. Скажите, вы хотите подарить любимым для счастливого времени вот такие часы? Кстати, их делает мастер Марта Мирошниченко. Марта, спасибо, что согласились участвовать в программе. И скажите, вот такое произведение искусства тяжело сделать? Нет, не очень. Обычные человеческие руки справятся? Да, конечно, справятся. А давайте мы покажем, как это делать. Что в основе? Все начинается вот с такой простой пластинки. Для того, чтобы нам сделать часы, необходимо подготовить следующие материалы. Акриловую краску, белую акриловую краску, клей ПВА разведенный, лак акриловый, значит, губку поролоновую, наждачную бумагу, кисточку, трафарет для циферблата и часовой механизм. А также самое важное для декора наших часов – это салфетка. Вот такая с цветочным мотивом. Подготавливаем основу. Для того, чтобы подготовить основу, нам необходимо наждачной бумагой зашлифовать поверхность пластинки. Делаем мы это вот такими круговыми движениями. То есть мы ее шлифуем до состояния шероховатости. А это сложно? Нет, это достаточно просто. А, вот так? Да, мы царапаем пластинку. И царапаем как сильно? Ну, чтобы она у нас была такая на ощупь шероховатая вся поверхность пластинки. А для чего нам это надо? Для того, чтобы грунт имел хорошее сцепление с основой, чтобы потом наша краска и наш грунт кусочками не отваливались от основы. Отшлифованная поверхность пластинки грунтуется белой акриловой краской, легкими движениями. Для получения идеально белой поверхности необходимо нанести 2-3 слоя акриловой краски. Вот такая загрунтованная поверхность у нас получилась. Теперь мы выбираем мотив наших будущих часов из подходящих для нас салфеток. Ну вот возьмем, к примеру, эту с мелкими розовыми цветами. Для того, чтобы нам перевести эти цветы на поверхность, нам необходимо их вырвать. Не вырезаем ножницами, вырываем аккуратно руками, оставляя небольшие припуски. Так как салфетка у нас многослойная, не забудьте отделить все слои от самого верхнего красочного слоя. Вот такими аккуратными движениями, чтобы ничего не порвать. Вот у нас остался самый тоненький красочный слой. Его мы будем наносить на поверхность. Чтобы приклеить орнамент выбранного узора салфетки, необходимо очень осторожно, начиная с середины, кистью с клеем равномерно разглаживать узор, разводя кисть в стороны. Клей канцелярский ПВА высыхает быстро, не оставляя развода. Приступаем к нанесению цифер на наши часы с помощью такого трафарета с циферблатом. Совмещаем центр циферблата, часов и трафарета. Прикладываем, хорошо прижимаем, фиксируем, если надо, скотчем. И используя вот такую акриловую красочку контрастного цвета, черного либо коричневого, наносим опять же губкой на наш циферблат краску. Используя вот такой часовой механизм, с разными стрелочками собираем часы. Закрепляем, надеваем все стрелочки, и вот такие часы у нас получились. В народе говорят, часы для красы – время по солнцу. Сверяйте время любимых по солнцу, но всегда помните, какое красивое, самое главное, полезное – это искусство. Создание вот таких вот цветочных часов от Марты Мирошниченко. Поздравляем вас с первым весенним женским праздником. Мира и добра вам! Субтитры подогнал «Симон»! Ла Флёр Кафи. Какое интересное, какое нежное название. Ла Флёр Кафи. Посмотрите, обилие цветов. Они только-только открылись, но уже заявляют о себе нежными, и самое главное – по весеннему искренними букетами. Итак, посетим Ла Флёр Кафи. Правда, только в середине марта цветочное кафе наполнится ароматом кофе. А пока флорист и хозяйка кафе Екатерина Адаменко занимается любимым делом – составлением композиции. Вот, например, этой, символизирующей весеннее возрождение. За основу нашей композиции мы берем белые тюльпаны – символ чистоты, рождения. Сейчас мы в композицию нашу добавим лаванду. Она просто превосходно пахнет и очень красиво оттеняет наш белый цвет. Вот такая легкая весенняя композиция у нас получилась. Ла Флёр Кафи поздравляет всех женщин с 8 марта. Желаем всем любви и весеннего настроения. Клубу цветоводов Флора, который работает при Центральной районной библиотеке, в эти мартовские дни 9 лет. В качестве подарка давайте окунемся в лето и посмотрим, как отдыхают флоровцы на природе и возможно ли на Солигорской земле английское чаепитие. Итак, смотрите, наслаждайтесь. Five o'clock по Солигорске. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Если вы думаете, что находитесь в предместе старой и доброй Англии, за знаменитым чаепитием, именуемым Five o'clock, ошибаетесь. Это не Англия, а наша Белоруссия, а точнее родной Солигорский район. Именно так сегодня проходит заседание клуба цветоводов Флора, созданного при районной библиотеке. А тема беседы – чисто английское чаепитие под знаком розы. Согласитесь, наши леди ничуть не уступают английским миссис. И не беда, что их руки, привычные к работам на земле, сегодня без перчаток, непременного дамского атрибута. Главное, что поражает – огонек в глазах, дыхание жизни и жажда познаний другой страны. Открывает чаепитное заседание руководитель клуба Екатерина Вавилова и преподносит подарок хозяйке гостиной сегодня – Валентине Нос. Сад Валентины Иосифовны – образец изящества и красоты. Наш клуб решил сделать ей подарок, подарить ей хранители этого сада. Пусть всегда в вашем саду царит та же любовь, теплота и гармония. Пусть всегда в вашем саду – это желтый тигр, а по-нашему – простой кот. Подаренный хранитель сада теперь займет достойное место стража английской лужайки. Знакомство с традициями английского чаепития продолжает мастер чайных церемоний Зинаида Романович. Мы с вами не в Англии, мы с вами в родной Белоруссии. Вокруг нас чудесная летняя погода, высокое небо, замечательные цветы, прекрасная хозяйка и самое главное – мы все красавицы. Вот такой сундучок с надписью «Типс» заполняется мелочью. Именно так было положено начало сбору чаевых для обеспечения быстрого обслуживания горячим чаем. Благодаря женщине появилось знаменитое английское чаепитие в 1840 год. Даже точная дата есть. Анна VII – герцогиня Битфордская, которой как-то так показалось томление в желудке между обедом и ужином. И это она придумала еще дополнительно пить чаек, тот самый знаменитый «Five o'clock». Чай ровно в пять часов, как угодно. И на сегодняшний день с 1840 года к сегодняшнему дню все, начиная от самого простого британца и заканчивая королевой Англии, в пять часов пьют чай непременно. Вообще англичане пьют чай часто. И культура чаепития играет примерно такую же роль, как кодекс чести самурая в Японии. Советы британцам, когда уместно пить чай, также были оглашены на заседании. Состоялось и знакомство с чайной посудой, сервировкой стола для чаепития. А также были представлены специально оформленные приглашения в традициях английских, выполненные вручную руководителем клуба «Флора» Екатериной Вавиловой. Кстати сказать, к началу XVIII века чайные традиции были так глубоки и так распространены даже среди бедного населения Англии. И, конечно, стремительно распространялись по европейской части. Чай, как таковой в Англии, это, по сути дела, легкий перекус. Легкий перекус, а это пироги, булочки, сэндвичи, испекла по такому случаю хозяйка гостиной. Сладости для радости. Это также традиция чаепития. Съемочная группа приняла участие в чаепитии и прошла ритуал посвящения в ряды любителей цветов. Клянешься ли ты, поливать их всегда, когда они просят пить. Дать новообращенному рыцарю почетный знак. И шлем цветовода. Суть происходящего явилась неожиданностью не только для съемочной группы, но и для нашего водителя, который с честью выдержал испытания красотой. Прогулки по саду, где царят любовь, теплота и гармония, знакомство с цветочным царством не оставили равнодушными членов клуба. Нам есть о чем говорить. Нам очень интересно. Мы же не только пьем чай, мы еще и цветы смотрим, дизайном наслаждаемся. Для того, чтобы обрести душевное какое-то равновесие, улучшить себе настроение, улучшить жизнь, получить какой-то заряд положительных эмоций, то это необходимо, потому что общение с природой, особенно общение со цветами, это всегда воодушевляет. Воодушевляет, появляются новые идеи, появляется какая-то радость в жизни. Все просто в превосходной степени. Свой имидж, или, как сейчас модно говорить, бренд, сад Валентина Нос оправдал. А создавать музыку теплоты, гармонии и любви помогали родные. Без помощников это было бы невозможно. Сын привозит экзотические растения из-за рубежа, или вообще из городов, откуда приезжает. А муж помогает все это посадить, ухаживать. Антосик, мой любимый внук, он обязательно косит газон. Поэтому перед приездом вашим он так активно работал два дня назад и все спрашивал. Правда, бабушка? Очень хорошо получилось. Мы в своей жизни проживаем по-разному. Общее у всех только одно – сама жизнь. И сделать ее цветущей, согласитесь, в наших силах, было бы желание творить красоту для себя любимых. Субтитры создавал DimaTorzok